Привет, Московский городской! Привет всем, кто смотрит нас не из МГПУ! Сегодня в этой студии мы будем говорить про личную эффективность, про успешных людей, про еще много разных интересных вещей с прекрасными и замечательными дамами. Я сейчас их представлю. Это основатель школы демократического типа «Продленка» Полина Охотина. Всем привет! И это продюсер творческих и музыкальных проектов. Это блогер, предприниматель. Екатерина, расскажи, пожалуйста, про себя. Начнем, наверное, с тебя. Всем еще раз доброго вечера, дорогие студенты, дорогие зрители. Очень приятно и еще раз большая-большая благодарность вам, что вы позвали, пригласили на такую чудесную встречу. Мне очень приятно рассказать о себе. Если вкратце, то я артист, я продюсер музыкальных проектов. Из таких последних крупных проектов мы участвовали в песнях на ТНТ второго сезона. Также я блогер, предприниматель, но в общей части я больше певица образованием. Ну, это без каких-то таких моментов, да. Но для меня это действительно образование, это про развитие. Это про личную эффективность. То, как раз, о чем мы и будем сегодня говорить. Сегодня говорить. Благодарю. Полина, расскажи тоже немножко, чем занимаешься. Расскажи про школу, что же это за школа, что это за демократическая школа. Да, давайте расскажу в паре слов. Я директор демократической школы и педагог. Мы организовали ее два года назад. Что такое демократические школы? Школа, где каждый может выбирать свою деятельность, принимать решения самостоятельно, чем ему заниматься. И каждый участник влияет на то, что происходит в среде. У каждого есть право голоса, вне зависимости от того, какого возраста этот человек. К этому я пришла лет, наверное, 4-5 назад. Наверное, 5, да, когда я пошла получать педагогическое образование. А до этого я занималась рекламой в интернете. Когда она только-только зарождалась, это отрасль. Как раз я в нее попала и 10 лет мне проработала. И в какой-то момент стало ясно, что что-то меня это уже не заряжает. На старте было классно, интересно, но в какой-то момент интерес пропал. Возможно, это было связано еще с тем, что у меня родился ребенок. И, наверное, по мере того, как он подходил к школьному возрасту, меня все больше и больше напрягала история с общеобразовательными школами. Ну, в общем, вот таким вот образом примерно я пришла. Да, мне кажется, что это очень интересная такая история. Мы сейчас в процессе нашего общения тоже немножко, думаю, что затронем и образование, и школы в том числе. И поскольку мы сегодня говорим про личную эффективность, то здесь хочется как-то вот с вами, с нашими зрителями сформировать какое-то единое поле, единое понимание того, что такое личная эффективность, и, наверное, из чего она состоит, какие, возможно, у нее там есть какие-то критерии, составляющие. Вот как думаете, есть ли какие-то мысли? Ну, начну с себя, если позволите. Я об этом долго размышляла, так как раз у нас тема заявлена про личную эффективность, все-таки какие критерии, и о чем я могу поделиться, о чем рассказать, да, лично из своего опыта. У меня личная эффективность складывается из мышления. То есть то, как мы формируем мышление. У меня это из личного тоже также опыта, то есть из точки А в точку Б. То есть с чего я начинала и к чему я пришла. И именно вот этот путь, он формируется через мышление, через нескольких, так скажем, критериев, составляющих. У каждого может быть разное абсолютно. То есть лично у меня это система самопродюсирования, так как я продюсирую проекты, так как я создаю, то есть с точки зрения менеджмента, маркетинга. То есть это больше, даже больше, чем личный бренд самопродюсирования. То есть личная эффективность в одном из критериев, как самопродюсирование. Второй критерий – это удовольствие. Ну правда, удовольствие, энергия, наслаждение от жизни. То, насколько ты любишь свою профессию, любишь то, чем ты занимаешься, то, что у тебя получается от сердца, то, чем ты наслаждаешься. И это тоже про личную эффективность. То есть это от сердца, то есть твое предназначение. Но к этому тоже чуть попозже, потому что это тоже определенный путь, это определенный этап. И третья составляющая, как все-таки по моему мнению, это свобода выбора. То есть не зависеть ни от кого, ни от окружающих, ни, так скажем, от факторов, от ситуаций, которые происходят, а только смотреть на себя, любить себя и ориентироваться на себя. Вот именно свобода выбора. Свобода выбирать, свобода какого-то внутреннего ресурса, то есть осознавать и брать ответственность за себя. Ну, вот какая-то такая история, если это вам близко срезонировало, то вот вкратце, вот прям вкратце немножко рассказала об этом. Ну, и как раз, наверное, про свободу выбора мы перейдем к Полине. Свобода выбора начинается, ну, у нас, собственно, мы говорим про что в школе, у детей есть свобода выбора, и можем ли мы сказать тогда, что и какая-то личная эффективность, она также с годами нарабатывается. Ну, я вообще, честно говоря, не очень, ну, не мыслю о категории личной эффективности, я не рассматриваю свои действия с точки зрения того, насколько они эффективны. Скорее я отталкиваюсь от того, чем хочется заниматься, что хочется делать, и неминуемо это приводит к каким-то классным результатам. И в нашей среде все занимаются ровно тем же, и мы все наблюдаем, что, ну, действительно это приводит к потрясающим идеям, к классным проектам. И если говорить про детей в школе, все именно так. Да, когда ты двигаешься по своему собственному, по своей собственной траектории, не той, которую тебе кто-то задает, а той, которую ты выбираешь себе сам, ты двигаешься гораздо быстрее, и те же самые вещи, которые ты изучаешь или постигаешь с посыла кого-то, да, с чьей-то мотивацией сторонней, ты гораздо быстрее делаешь, быстрее, интереснее, и кайфуешься в этом гораздо больше, если ты делаешь это по своему собственному желанию. Примерно так. Да, я очень-очень согласна с вами, и, наверное, ну вот для меня личная эффективность, она складывается так, ну, из нескольких таких показателей, ну, вот как мы говорим про любовь к делу, да, это та же самая, ну, условно мотивация что-то делать, ты понимаешь, что ты хочешь это делать, зачем ты хочешь это делать, ты можешь поставить какую-то там определенную цель, которую ты потом будешь достигать. И, ну, что не менее важно, мне кажется, что за всем вот этим еще стоит какое-то восприятие мира, восприятие себя в этом мире, твое состояние, в том числе, да, ресурсное состояние, что ты можешь за максимально короткое количество времени делать огромное количество задач и при этом нормально себя чувствовать. И, наверное, вот в связи с этим хочется задать вам такой вопрос. Есть такое ощущение у меня, и в целом вот у меня, ну, я руководитель тренерского сообщества, и, соответственно, у меня и у сообщества есть такое впечатление, что смарт всех достал. Вот эта техника постановки целей по смарту, уже все думают, что насколько можно. Сталкивались ли вы вообще с этим, ставили ли в своей жизни профессиональные или в личные какие-то цели по смарту, и что вы вообще думаете про эту технику? Я считаю, что у меня второе образование экономическое, я помню, как мы решали эти задачки по смарту, как мы это все, так скажем, преобразовывали, да, то есть и пытались внедрить в свой опыт свою жизнь, но по факту немножко по-другому получается все равно. По моему мнению, смарт классно работает в начале пути, когда ты формируешь конкретные задачи, ставишь себе дедлайны, потому что это крайне важно, особенно когда у тебя команда большая, тебе очень важно делегировать, и очень важно ставить эти задачи для каждого члена команды. Тогда это будет работать много эффективнее. Когда ты немного уже, ну, на начальном этапе пути это классно, а потом все равно это как-то переформатируется в какую-то другую историю. Лично у меня было так, и я создавала также команды, больше, наверное, скажу, бирюзовые команды, если вы, наверное, знаете, да, про эту историю. Там, где нет лидера, там, где в каждой, так скажем, истории свой лидер. То есть если ты занимаешься маркетингом, да, ты только вот этими, если ты менеджментом, то ты конкретно, то есть лидер в менеджменте, то есть нет определенного начальника. И мне это очень резонирует вся эта история. И я именно так создавала все эти команды. Так что по смарт, да, это круто, но все равно потом все как-то превращается в поток свой. То есть уже деятельность закручивается, и ты уже, ну, так скажем, сейчас все работает. На автомате ставишь какие-то цели, не думаешь о том, что они там должны быть четко конкретными, измеримыми и так далее. Но вначале это делать надо, потому что это система, мы строим по кирпичикам, то есть мы постепенно это все созидаем и создаем. Поэтому это важно, а потом уже немножко успокоиться, да, в плане не торопиться, делать все не спеша и в потоке, то есть доверять вселенной. И как-то так будет проще, вот, легче. Поняла, спасибо. Полин, сталкивалась ли с смартом вообще в своей жизни? Может быть, учила кого-то ставить цели по смарту? Сталкивалась, конечно, особенно когда работала в рекламном агентстве до школы. Мне кажется, что очень сильно зависит все от задач. И где-то смарт классный. Например, если вы готовитесь, будучи в демократической школе, ученик решает готовиться к сдаче какого-то экзамена. Определенно быть просто в потоке, следовать за собой, имея цель сдать предметы к определенной дате, будет сложновато. Все-таки здесь классно ставить себе дедлайны, разбивать задачи на подзадачи и двигаться вот таким вот образом. Если это какая-то творческая задача, конечно, смысла в этом нет. И менее жесткие сроки только помогут, потому что команда будет действительно в потоке, как говорит Катя. Ну, то есть мы можем сказать, что в целом это рабочая история, что мы можем это использовать, да. Особенно на каких-то первых этапах, когда нам нужно поставить цель, когда мы вообще еще не понимаем, что нам хочется получить в итоге. Ну и, соответственно, со временем мы начинаем уже как-то на автомате все это использовать. Хорошо. Вот у меня такой, возможно, провокационный вопрос к вам обеим. Вот вы, на мой взгляд, люди, которые много уже сделали в своей жизни, где-то много где работали, много где учились. Можете ли вы назвать себя успешными? Вот может ли каждый из вас сказать, что я успешный человек? Хороший вопрос. Я могу ответить? Ну да, наверное, да. Смотря, чем измерять успех, да, наверное, каждый сам себе ставит какие-то критерии измерения этого успеха. Мой успех измеряется моим личным счастьем. Если я ощущаю себя счастливой, если я понимаю, что да, то, чем я занимаюсь, приносит мне удовольствие, я вижу, что это кому-то нужно, что есть отклик у людей, с которыми я работаю, да, я считаю, что это успешно. Вот, я тоже про как раз-таки наслаждение, удовольствие к жизни. То есть если человек успешный, если он наслаждается и делает свое любимое дело, любит то, чем, вот то, как он просыпается, то, как он ждет, как вот сегодня, да, завершается день, и уже завтра я так жду этого завтра, чтобы снова насладиться этим днем. Потому что завтра новые тоже цели, задачи. То есть ты засыпаешь с удовольствием, просыпаешься. Вот это, я считаю, успех именно внутренний, наверное. И знаете, что внутренний формирует внешнее, да, что излучаем, то и получаем. То есть то, что внутри, то у нас, собственно, так скажем, и в внешнем мире. Мы также притягиваем таких прекрасных людей, ситуации, да, то есть именно из внутреннего состояния. Поэтому для меня это успех, то есть как раз-таки из внутреннего состояния. Вот так вот сформулирую. Но есть такая, ну, концепция, которая, мне кажется, сейчас много, ну, вот обсуждается и в социальных сетях, и в целом, ну, как-то в разговорах. Концепция вот этого успешного успеха, что все вокруг такие красивые, все вокруг такие успешные, кто-то купил машину, кто-то купил квартиру. И вот как вам кажется, вот сама вот эта концепция, вот этот успешный успех, который мы видим в Инстаграме вечно, там, у блогеров, кто-то становится предпринимателями, вот это мотивирует людей, это мотивирует общество повышать какой-то уровень своей жизни, начинать там ставить новые цели, достигать их, получать какие-то большие результаты или победы. Или наоборот, или наоборот вот это загоняет в такую глубокую рефлексию, доводит до самобичевания, что я ничего не могу, я ничего не умею, а вот он такой молодец. Как думаете? Мне кажется, что сейчас очень сильно уже отходит от этого концепта успешного успеха, и если посмотреть в те же соцсети и последить за какими-то, ну, селебрити, наверное, не знаю, не могу ответить, я не слежу за селебрити, но за какими-то блогерами, то даже они отходят от этого концепта, и никому не интересно действительно следить за бесконечно успешным человеком, с которым как будто бы ничего плохого не происходит, и это не очень созвучно с тем, что происходит с остальными другими людьми, да, с тобой. И сейчас, ну, даже блогеры начинают транслировать все чаще обычную жизнь, не только то, что классно, Да, совершенно верно, друшность, друшность. И это получает гораздо больше отклик. Можно, да, понаблюдать, послушать, что говорят сами блогеры, ну, если они об этом говорят, да, что именно, какие посты, какие заявления набирают больше отклик, и действительно они делятся своим опытом, говорят, что живая, естественная, обычная жизнь больше гораздо откликается людям. Да, я соглашусь полностью, потому что вначале, мне кажется, когда только-только инстаграм тоже зарождался, да, то есть это был определенный период, потом как раз-таки период был успешного успеха, когда все прям стремились там, бежали там, да, вот это вот все как-то транслировать свою жизнь, были какие-то маски, я не спорю, у меня тоже это было, потому что это была тенденция такая, и немножко сработало стадное чувство, то есть если у него надо тоже, тоже бегом показывать, да, ну как-то вот, возможно, это какая-то просто была система, что, ну вот, ну хочется так же сделать. Ну потому что страшно быть одному, не таким, как все остальные классно успешные. Да, да, да. Сейчас я соглашусь с тобой, что действительно все поменялось, и люди как-то перестали бежать. Я даже тоже на своем блоге, и на блоге тех людей, за которыми я давно слежу, я понимаю, что прям все как-то успокоились, ну большинство, просто становились в хорошем плане. И действительно вот эта вот трушность, вот эта легкость и трансляция того, что происходит, возможно, это иногда зашкаливает каких-то таких моментов, прям сильно эмоциональных, то есть человек может заплакать на камеру, да, там, то есть как-то, ну то есть, наверное, успех в том, что человек живой, что человек настоящий, человек дарит настоящие эмоции и хочет с этим поделиться с аудиторией. Вот, наверное, вот это вот сейчас, ну определяет какой-то такой успех. Успешный успех, да, как ты назвала, да, это, ну, наверное, какая-то, ну, просто меняется такая стратегия. Ну, потихоньку просто сейчас больше внимания обращается на, ну, вот жизнь реальных людей, которые живут там своим чередом, у них есть определенные дела, работа, и, соответственно, меньше уже внимания уделяется каким-то вот этим модным 12-м айфонам, которые покупают сразу после их выпуска, там, машинам, Мальдивам и так далее. Хорошо, и хочется тогда, ну, задать такой вопрос вам. Есть, ну, вот, когда вы начинали свою профессиональную деятельность, были ли какие-то страхи? Ну, вот там, меня там не будут, тут не примет аудитория, или там, я создам школу, а она не будет пользоваться популярностью, она будет никому не нужна, и там ресурсов будет затрачено больше, чем будет результат. Было что-нибудь? Да, конечно. Я думаю, что до сих пор есть, и я не знаю, когда-нибудь это вообще может ли закончиться и пройти. Когда я меняла вообще сферу деятельности, конечно, были страхи разного порядка. Во-первых, я не была уверена, та ли это сфера, в которую я ухожу. У меня не было толком опыта работы с группами детей. У меня было бы это работа репетитором, но там с группами я не работала. И вот эта вот глобальная мечта школы, она оказалась на тот момент вообще какой-то несуществимой абсолютно. И я даже, ну как бы я думала про школу, но как-то так, очень иллюзорно. И два года я работала вообще, допами занималась дополнительным образованием. И, конечно, да, страхов было много, они сейчас есть. Это связано с тем, что демократическое образование, оно очень не популярно у нас сейчас. Оно только зарождается. Если мировая практика насчитывает столетнюю историю такого формата образовательного, то в России это все на старте. Мы только-только начинаем. И очень тяжело людям, которые выросли совсем в другой системе, вести своих детей вот в такую систему. И особенно если ты живешь в небольшом городе, а я живу в небольшом городе, это не Москва. И в Москве есть несколько демократических школ, и они себя чувствуют гораздо спокойнее в этом плане, потому что выборка гораздо больше. И на идею такого свободного образования, где нет привязки, нет контроля, нет привязки, я имею в виду, к результату конкретному, нет контроля постоянного. Ну, проще найти тех, кому это созвучно. В маленьком городе это сложно, и поэтому это все влечет за собой финансовые риски большие. Короче, да, здесь, ну, это такая стремная история. А как попадают в школу? Как попасть в вашу школу? То есть это какой-то сайт, где ты заполняешь заявку, чтобы твой ребенок там учился? Или как это происходит? Да, как угодно, можно через сайт заполнить заявку, можно позвонить. Чаще всего приходят через знакомые, кто-то у нас уже учится, рассказывают, и своим знакомым родители приводят нового ребенка. Мне кажется, с Рафаной радио работает лучше всего. Вот не соврать, 90% людей к нам пришли именно так, через каких-то знакомых. Угу, поняла, спасибо. Кать? Да, про страхи. Страх, наверное, было начать что-то. С детства я этого не замечала, хотя я певица, и на самом деле с детства мне все говорили, что я не пою, я никогда не буду петь, хотя с двух лет мне мама отдала уже вокальную студию, начала быстрее петь, чем говорить, да, это так, и потихонечку по крупицам собираю вот эти все музыкальные знания, музыкальную школу, вокал, и мне все говорили, что вот ты не будешь петь, вот пой просто в группе, открывай рот, вот на тебе будтофорию, и так у меня длилось на протяжении 18 лет, я вам скажу, то есть я прошла кучу-кучу вокальных студий, прошла много и музыкальную школу, и в итоге я сначала не поступила на музыкальную, я вообще думаю, ну раз вот как-то вот так вот идет, потому что, ну вот мне об этом говорят, я поступлю сначала на социологию, поступила на социологию, проучилась, параллельно еще училась на экономическом, потому что, ну, надо же еще как-то вот тоже вот это вот... Это мама всегда говорила, ну да, у меня... Будь бухгалтером, будет много денег, да. Папа у меня, да, предприниматель, и говорит, ну надо тоже экономическое, я как-то два закончила, и параллельно понимала, что, ну, музыка, да, вот, ну все равно это моя душа, я думаю, ну, ладно, нет, так нет, но все равно параллельно мне приходили вот этот поток музыкантов, людей, которые вокруг меня всегда, так скажем, вокруг меня формировались, и вот как раз-таки страх начать, то, что тебе говорят всегда, что, Кать, нет, не пойму, ты лучше покраснуйся в серединке, ты супер, а вот петь не надо. Я понимала, что, наоборот, это рост, это развитие, и так я формировалась у музыкальные проекты, у меня трио музыкальное, которое уже сменилось в 8 составов, потому что мы сейчас в разных городах, так скажем, себя реализуем, вот, и, собственно, наверное, так же, как и сейчас, такого страха нет, но страх удержать, наверное, то есть вот не то, что страх, наверное, но как-то вот хочется постоянно двигаться, двигаться вперед, но опять же не забывать про себя, какую-то такую вот историю, что надо заниматься собой, но еще параллельно делать проекты, вот, поэтому страх, возможно, как раз-таки не успеть, возможно, что-то, есть такое, но я уже над ним работаю, ну вот, то есть как-то вот... Это самое главное. Вообще в целом с любыми страхами, но вот хочется поговорить про два таких страха, которые, ну, как нам кажется, ну, наверное, они чаще всего встречаются в какой-то профессиональной деятельности в том числе. Это страх лучшего варианта, что тебе сейчас предложат что-то, ты согласишься, а через какое-то время тебе предложат что-то лучше, а ты как бы уже согласился, ты уже не можешь отказаться, ну, это некрасиво. Это такой первый момент. И второй момент – это страх упущенных возможностей, что ты, ну, вот реально тебе предлагают, и ты – нет, как бы, ну, я сейчас не хочу, а потом ты будешь жалеть, что ты не согласился, там, чуть-чуть не постарался. Было ли такое, может быть, вот во время организации школы, да, что вот сейчас мы сделаем, а потом там будет что-то там лучше, предложение, возможно, какое-то, в которое можно было бы вписаться, и точно все получилось бы. Я хочу сначала выразить восхищение Катей. Я услышала, что 18 лет, ее никто не поддерживал, она продолжала идти к своей цели. Кроме родителей. Короче, у меня в шок. Да, да, не поддерживая, кроме родителей. Меня все поддерживают, и я не представляю, если бы меня не поддерживали, ну, там, мое окружение, это было бы очень тяжело, реально, очень круто. Вот. Благодарю. По поводу вопроса страхи, ну, мне не очень знакомы, причислены тобой страхи, но, так, сейчас сформулирую, я очень долго не меняла сферу деятельности, как раз из страха, что, а вдруг, мне кажется, я такой увлекающийся человек по жизни, мне может понравиться одно, я могу купить барабанную остановку, барабанить полгода, и потом она у меня будет стоять 8 лет, потом купить скальники, полазать, они у меня будут потом так же лежать, потом еще что-то, ну, в общем, вот в таком духе, я думаю, классно, сейчас я брошу вот эту сферу диджитал, в которой я уже, ну, понимаю, что делать, я уже тут столько лет работаю, а тут непонятная какая-то история со школы, вообще о чем-то. И вот так вот 5 лет, мне кажется, я провела. Ну, в разной степени интенсивности, чем ближе к финалу, к финалу этих 5 лет, тем, конечно, интенсивнее были эмоции, и в какой-то момент я поняла, что нет, ну, все, конец уже, ну, совсем не придется заниматься тем, чем я занимаюсь. А что стало вот этим вот решающим шагом? Почему ты все-таки свернула историю с диджитал? Я думаю, два момента. Первый – это, собственно, ребенок, которому на тот момент уже… Вот он пошел в первый класс. В общем, первый класс он отходил в обычную школу, пока я получала педагогическое образование, и работала параллельно. Ему пришлось походить в школу. И вот это стало сильным толчком. Наверное, вообще мое первое родительское собрание, вот когда я пришла в школу на первое родительское собрание, и вот мы такие сели, и вот нам рассказывают, что надо делать, и как нужно подписать все-все-все предметы школьные, вплоть до карандашиков, просто фамилии, имена, чтобы, а, ну, как же они все перепутают. Короче, и огромный список, что нужно подготовить к первому сентября в первом классе, очень удручающе на меня подействовало. И вот в этот момент я пошла получать образование педагогическое. А второе, наверное, то, что я просто капитально перестала получать удовольствие от работы, просто, ну, вот вообще никаким образом, очень сложно стало себя заставлять, то есть не то, что удовольствие, сложно стало себя просто заставить поехать в офис, и, ну, невозможно так было жить уже. Ну да, это как раз про вот то получение удовольствия от своего дела, про которое говорит Катя, да? Что касается меня, про страх упущенных возможностей, это ФОМА, ФОБА, да, вот эти вот все истории, то, наверное, я этим переболела как раз-таки вот в каком-то студенческом возрасте, потому что ты в поиске находишься, то есть у тебя глаза горят в каждой деятельности, ты еще умудряешься здесь поработать, там поработать, в организации, в продюсировании, музыкантом, артистом, еще, ну, то есть это нормально, когда ты, я думаю, еще определяешься со своим развитием, да, и то, кем ты хочешь стать. Я всегда говорю тем, кто только начинает свой путь, что нужно пробовать все. Да, круто, что вы определились с образованием факультета, но не всегда же люди, так скажем, понимают, что это их, и это тоже нормально, и это круто, что люди это осознают. И для этого как раз в университетах и строится вся внеучебная деятельность, чтобы студенты реально могли попробовать что-то делать, помимо своего вот профиля образования. Поэтому страх — это обычное явление, вот это что-то упустить, там, да, что-то потерять, или я вдруг там сейчас соглашусь, а потом как бы этого не будет. Это нормально. Я через это прошла, а сейчас я просто остановилась в своем каком-то вот моменте, что вот все складывается наилучшим образом для тебя. То есть если это так, значит так и должно быть, но все все равно складывается наилучшим образом. Поэтому, наверное, это нужно всем пройти. Очень позитивная такая установка в целом. Да, на самом деле мы все подвержены вот этому всем, даже тот же самый клабхаус. Да? Ну, я думаю, что многие сразу же как бы не упустить возможность, да, вдруг там будет что-то интересное, но все равно потом это все пропадает. Ну, то есть где-то мы зависимы от этого, а где-то нет. Поэтому это круто, что это есть, на самом деле это эмоции, это живые тоже, так скажем, живая на живительность. Это тоже какой-то опыт, который ты получаешь за счет вот этих страхов как раз. Но и вот параллель, наверное, с этими страхами есть какая-то история про тревогу, про беспокойство, и вот иногда, ну, то есть, с одной стороны, это вроде какое-то чувство самосохранения, да, инстинкт, что ты вот, ну, как бы, ты вот лучше хорошо подумай несколько раз, а потом сделай. А бывает такое, что, ну, вот это просто доходит до абсурда, и человек просто трясется, не понимает, не может выбрать, не может решить. Вот как с этим бороться? Либо у тебя должен быть наставник, мне кажется, вот какая-то такая история, да, наставник, это может быть и твой друг, педагог, родители. Который тебя направляет какое-то время первое. Да, который тебя направляет. И в этом плане я считаю, что это очень важно. У меня тоже есть наставник, и в моем решении я доверяю ему, да, то есть в каком-то, то есть я тоже могу сомневаться, я тоже могу тревожиться, это тоже нормально. Вот, и это поддержка, это про поддержку, поэтому я хочу, чтобы у каждого человека был как минимум один такой наставник. Но это тоже складывается из вашего окружения, да, из экологичности тоже к себе, и как ты относишься тоже к людям, ну, то есть какая-то такая вот это, из окружения, то есть, ну, вот, наверное, как-то так. Я согласна абсолютно, что если тебя поддерживает близкое окружение, какие-то значимые для тебя люди, это, ну, самое, наверное, мощное, что может тебя пропушить куда-то дальше вперед, а еще очень классно задавать себе вопрос, что будет, если я это сделаю, что будет, если я это не сделаю. Это очень простая механика, но она классно работает. Вот, боитесь что-то сделать? Спрашивайте себя, окей, вот я сделаю, что самое плохое случится? Вот что? Что меня так тревожит? И чаще всего оказывается, что самые страшные даже последствия, ну, не такие страшные, и все проживаемо, переживаемо, и лучше попробовать и разгрести потом эти последствия. Редко случается такое, что последствия какие-то неразрешимые, фатальные. Ну да, когда ты начинаешь проговаривать, когда ты начинаешь там прописывать, делаешь две колоночки с плюсиком и минусиком, там, пишешь одно другое, то в целом как-то меняется немножко, наверное, представление о том, что, ну, ты вот это все увидел и вроде уже не так страшно. Да это круто, это опыт просто на самом деле, то есть не бояться пробовать, не бояться идти, потому что я считаю, что каждый человек в своем роде уникален, и у каждого человека есть вот этот выбор, то есть если он сделал, значит, он для него правильный в данный период времени, то есть возможно он изменит это в следующий, да, какой-то период своей жизни, но этот шаг был верным на данный период жизни, и это круто, это опыт, то есть здесь все, я думаю, просто, но, конечно, когда при принятии решения, да, это, наверное, есть, конечно, моменты и тревожности, да, но это же все временно, просто временно, это нужно правильно пережить. Да, и все, как вот мы сказали, что нужно просто прожить, переступить, пройти. А вот что делать человеку, ну, так назовем, живем мы, да, человеку с синдромом, там, отличника, перфекциониста, которому очень важно все, что он делает, делать максимально правильно, максимально качественно, чтобы все, ну, вот, все вокруг считали, что, да, это так, как нужно, и ты сам считал, что я вот сейчас сделал, отработал на максимум. Что делать таким людям, как им решиться вообще на какие-то перемены в своей жизни, если, ну, вот им может быть действительно страшно, что вот сейчас я перейду там на другую работу, тут я супер отличник, молодец, я все знаю, все умею, а там я вообще ничего не буду уметь. Да, это реально очень сложно. Правда. Что же делать? Ну, опять же, просто прожить этот опыт. Я сама перфекционистка, просто, ну, представляете, три высших образования с красными дипломами. Ну, как это вообще просто? Ну, причем я понимаю, что это тоже мой опыт, и это был мой выбор закончить, да, там, именно с красным дипломом. То есть это прям гиперперфекционист, да, перфекционизм в этом, и также в работе. А как, ну, вот этот перфекционизм в работе, как он проявляется, как он вообще... Да. У меня завышенные требования к моей команде, потому что, ну, сейчас я тоже это, так скажем, спустя опыт, я немножко это все отпускаю, потому что сейчас уже немножко другие мерки, но тогда, конечно, было дико для меня, когда я, так скажем, гиперответственна, и я также требовала от этого своей команды. Но сейчас я немножко, так скажем, все равно эту тему переформатировала в удовольствие, то есть каждый, если он хочет заниматься этой, так скажем, сферой, он будет заниматься, и я ему доверяю, то есть через доверие. Вот. И тогда стало легче. Ну, то есть, видимо, тоже пройти нужен какой-то опыт, вот этого перфекционизма, там, синдром самозванца тоже, да, вот эти вот все истории, это, конечно, ну, это твой опыт, это твоя жизнь, то есть ты с этим становишься мудрее, ты становишься лучше, и я тоже через это прошла, то есть, поэтому и менялись команды, входили люди, да, и это было для меня, так скажем, в начале, когда я только начинала формировать свою историю, это было, для меня эпик фейл, я вообще не, ну, как бы не понимала, как так люди от меня уходят, ну, то есть, немножко через рефлексию, с годами, ты уже становишься мудрее, поэтому это тоже, тоже через опыт, тоже проходит, абсолютно, ну, вот пока я слушаю, надо попробовать, я поняла, что да, я тоже проходила через это, и как же я прошла это, если честно, мне кажется, что тут лучше всего работает личная терапия, если каким-то образом так вышло, что человек вышел на, на вот этот уровень перфекциониста, а чаще всего те, кто были в школе отличниками, они этим как раз страдают, да, я тоже из них, и, вот, да, и мне помогла личная терапия и изучение психологии, сейчас вообще пошла учиться на психолога, и проработка себя с психологом, самостоятельная, очень помогли в этих вопросах, и сейчас, мне кажется, как раз у меня появилась команда в этом году, я делегирую все по максимуму, я кайфую в том, что без меня, когда я выпадаю из процессов, все работает прекрасно, ничего не валится, это просто вот кайф, а еще, например, года три назад я работала одна, школы еще не было, но тем не менее, все держалось на одной мне, это было очень тяжело, и делегировать было просто невозможно, ну, короче, это будет никуда, это тупиковая ветвь, в какой-то момент ты упираешься в потолок и дальше двигаться не можешь, потому что тебя не хватает просто чисто физически, и, ну, честно, кроме как, через психологию и проработку личную, я не знаю, как через это можно перешагнуть и идти дальше. Ну, я скажу, наверное, в двух словах тоже, у меня тоже была такая история про вот этот вот синдром отличницы, что в школе там у меня были все время одни пятерки, а я получила там красную, красную медаль, ну, медаль, красный аттестат вот этот, и пришла в университет и тоже старалась как бы учиться, 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 в какой-то момент мне постояли четыре, и для меня это была такая трагедия, просто на втором курсе, я думала, ну, все вообще, как можно жить дальше с этой четверкой, вот, поэтому, ну, конечно, конечно, это проходит, ну, и сейчас я уже намного спокойнее как-то вот ко всему этому отношусь, и оно как-то, ну, само собой прошло, не знаю, может быть, так, ну, много было причин того, чтобы понять, что в целом, наверное, это не так важно. А вот, Кать, ты начала говорить про синдром самозванца, и, ну, вот это тоже такая история, когда ты как человек, вот если, ну, ты условно, да, у тебя есть этот синдром, ты вообще, ну, ты немножко обесцениваешь свою деятельность, ты не считаешь, что то, что ты делаешь, это важно, то, что ты делаешь, это интересно, и у меня тоже были такие, ну, такие истории, что я даю человеку какую-то задачу, он ее очень круто выполняет, я понимаю, что я бы так не сделала, я его там благодарю, молодец, спасибо, ты классный, а он мне говорит, да ладно, ну, как бы, я вот думаю, блин, ну, вот, либо ты такой крутой, что для тебя эта задача, вот, да ладно, либо ты совсем не думаешь о том, что, ну, как бы, насколько то, чем ты занимаешься, действительно круто. Вот, было ли, может быть, у вас, не знаю, вряд ли, наверное, у вас были вот такие, синдром самозванца, но, может быть, приходилось работать с такими людьми, вот, ты работаешь, да, с командой в школе, ты работаешь с командами, там, разными командами, поскольку продюсируешь проекты, были ли там такие люди? Мне кажется, у меня до сих пор такое есть, ну, не в той степени, как раньше, но, да, регулярно возникают мысли, что, да, ну, когда кто-то тебя благодарит, да, вот то, о чем как раз ты говоришь, думаешь, да, что такого, что-то такого сделали, да нет, все, все обычно, и, да, мелькает, и в команде тоже встречается у людей такое, да, важно не обесценить, важно присваивать себе свои достижения, проговаривать, присваивать, да, есть такой тоже термин в психологии, присвоить себе свои качества, свои достижения, и это, А как на профессиональной деятельности дальше может вот этот синдром самозванца сказаться, вот если ты, ну, обесцениваешь все, что ты делаешь? Это провогарание, тебе, ну, когда ты обесцениваешь свою деятельность, а ты же упахиваешься, и вроде бы ты упахиваешься, и, ну, вроде бы, как будто бы ничего особенного не делаешь, конечно, Конечно, это все приводит к вгоранию, к тому, что ты упахался в ноль и просто уже встать не можешь. Да, это как раз-таки про нелюбовь к себе, вот именно в самом ее обширном, мне кажется, понимании, потому что если ты обесцениваешь свою деятельность, обесцениваешь то, что ты делаешь, то есть тебя и хвалят, тебе говорят, какой ты классный, и как ты это все здорово делаешь, а как-то человек не особо на это обращает внимание. Ну, то есть как бы вот так, как есть. Ну, я не знаю, но, наверное, это тоже временная какая-то история, к этому нужно прийти. У меня тоже в команде были такие люди, но это тоже прорабатывалось через какое-то время. То есть пока они сами это не поймут, но вот как-то внутренне до них достучаться будет тяжело. Да, ты никого не поменяешь. Тут эта история не только, да, про синдромы, наверное. Да, да. Ну, определенно, да, человек сам должен хотеть разбираться, рефлексировать, да, что с ним происходит, но мне кажется, оно не само как-то меняется. Мне кажется, ну, в смысле не просто со временем, да. Типа прошло время, и как-то все само собой разрешилось. Если ты работаешь над собой, вот, если ты работаешь над собой. Да. И людям можно помочь в своей команде, можно с ними говорить об этом, проговаривать, и это тоже очень помогает. Это помогает, но тоже не всегда до всех доходит, если даже ты проговариваешь. Но, грубо говоря, как-то, возможно, чуть позже ты об этом задумываешься, но если опять же работаешь. Если правильно формируется вот это окружение, которое тебя прям вот как-то подталкивает только наверх, то есть которое вот тебе об этом говорит искренне и хочет помочь. Не дать совет, а помочь, да, то есть, ну, как-то посочувствовать, возможно, да, в этом. А потом, ну, а потом как-то это все вот в этой истории, ну, вырастает уже какую-то другую вот любовь к себе. Потому что я, честно, просто это тоже про меня, потому что я упахивалась. Вот как раз-таки про эту систему самопродюсирование начала. Да, да, это то, что мне помогло достичь вот именно из точки А в точку Б, потому что это обширная история про себя, но это не про любовь к себе. Я и обесценивала тоже, у меня было это, мне кажется, да, тоже, ну, просто история про меня. И мне тоже многие говорили, что Катя, Катя, да ты такая-то, да что-то, нет, 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 как-то, надо еще, еще, еще. И настолько упахалась, что просто я на полгода остановилась вообще. И, наверное, была в поиске себя. Да, но это тоже нормальная история, нормальная история, что тебе нужно, ну, там, до какого-то момента дойти, вот так упахаться, чтобы устать и понять, что все, больше не хочу, не могу. Да, и, наверное, ну, хочется в завершении нашей, ну, вот, встречи сегодняшней сформулировать несколько таких, такой, ну, топ сколько-то, сейчас посмотрим, сколько получится. У нас часто звучала фраза «это нормально», и вот хочется сформулировать вот этот топ «это нормально». Ну, вот, например, там, работать очень долго, потом устать и неделю ничего не делать – это нормально. Там, работать в некрупной компании, например, да, это тоже какая-то вот, ну, в обществе сейчас витает, что если ты хочешь быть успешным, тебе нужно работать в крутой компании. Вот не работать в этой крутой компании, а создавать, например, что-то свое, да, как вот у нас Полина создала школу, это тоже нормально. Вот что еще, что еще нормально делать? Любить себя – это нормально, это хорошо. Нормально бояться, нормально тревожиться, любая новая деятельность. Ведь я не знаю таких людей, которые не тревожатся, не боятся, начиная что-то новое. Ну, нормально, что такое есть, такие эмоции есть, все новое приносит, там, тревогу, какую-то нервозность. Нормально начинать что-то новое, начинать действительно менять свою жизнь по-другому. Нормально заканчивать что-то старое. Да, да, начинать новое, двигаться по-другому пути абсолютно. То есть вот мне кажется, как я, да, то есть у меня тоже была такая история, что все время я в командах, в командах, и тут раз просто сольно. Ну, то есть вообще делаю себя. То есть это тоже нормально, менять именно стратегию развития. Да все нормально, мне кажется. Нормально остановиться, если ты чувствуешь, что то, чем ты занимался, больше не приносит тебе удовольствия. Даже если ты ввалил туда огромную кучу сил, денег, времени, и верил, что это вообще дело в твоей жизни. Но в какой-то момент, если ты понимаешь, что нет, это не так, нормально остановиться и не заниматься этим дальше. Спасибо вам большое. Ну, наверное, хочется для всех сказать, что личная эффективность, она на то и лично эффективна, что ты сам определяешь для себя ее критерии, ее показатели. Если ты сам, ну, в целом понимаешь, что для тебя важно, что там нужно тебе ставить цели или не нужно тебе ставить цели, как ты будешь дальше выстраивать свою жизнь. Ну, и как мы уже сказали, да, важно любить себя, важно делать то, что нравится, и все у нас будет хорошо. Обязательно. Обязательно. Главное, ничего не бояться. Главное, ничего не бояться. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мне кажется, было интересно. Благодарю вас. Очень приятно. Спасибо.